Всем большой привет, ребята! Вам сегодня вещает Анюта из машины. Как у вас дела? У нас очень хорошее настроение, прям такое даже весеннее. У нас на улице сегодня плюс 30. Ну, это обычное явление для зимы в Лос-Анджелесе. Очень жарко, всё цветёт, всё очень красивенько и настроение вот такое вот тоже. Хочу с вами поделиться немножко частичкой тепла нашего, чтобы у вас становилось теплее, чтобы к вам приходила быстрее весна, чтобы вы были все веселее и счастливее. Мы сейчас приехали в район Санта-Моника по Лёшиной работе. Он сейчас ушёл ненадолго, я сижу, его жду в машине. А после этого мы пойдём немножко прогуляемся, пока тепло, пока солнечно. Время уже, правда, 4 вечера, но совсем днём было очень жарко, поэтому мы особо никуда не выходили, и Лёша был занят. Так что я его сейчас дождусь, и мы пойдём немножко погуляем. Беру вас с собой и оставайтесь с нами. Кто здесь? Привет! Вот мы уже встретились с Лёшей. Зацените Лёшин лук, чеснок, белые джинсы. А теперь зацените мой лук, чеснок. Тоже белые джинсы, и у нас такое весеннее настроение, и мы все в светлом, в пастельном, и едем. И ещё коты. Коты, коты, коты. Везде вот тут коты, тут коты. Мы сейчас пришли на пирс Санта-Моники, хотим здесь поделать фотографии, и, возможно, покататься на водонах в карусельке, и сделать на ней тоже классные фотки. Так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, и оценивайте там все наши крутые фотографии. И здесь. Зашли на Сан Пирс, и здесь многие игры закрыты. Видимо, они в будние дни не работают, и сейчас хотим пофоткаться с колесом обозрения. Таланты на каждом шагу. Спустились вниз к океану. Здесь очень-очень много людей, хотя это будний день. Ну, чтобы все пришли сюда, когда мы пришли. Очень много. Я не знаю, что они тут усматривают. Но ещё и жарко, конечно, поэтому они тут и сидят. А вот сейчас мы зашли под пирс, и здесь тоже очень красивенько. Волны так громко шумят, и закат. Посмотрите, какая красота. Как員-очень. Так, что говорят. С league зашли. Вот и закончилась наша прогулка Нет, я вам лучше покажу фон Посмотрите, как здесь все красиво Такими фонариками украсили Вот и закончилась наша прогулка Нагулялись, очень холодно стало Как только село солнце У нас так постоянно, а днем жарище А только садится солнце, очень холодно Я не знаю, такие перепады Где-то градусов 20 получаются То есть вечером градусов 10, днем 30 Вот такая вот у нас погодка интересная Но мне грех жаловаться Я знаю, что у вас морозы Сейчас мы едем домой, у Леши будет встреча И после этого мы будем ужинать Работать, монтировать и так далее Делать, делать, делать Всем еще раз привет Мы вчера так неожиданно закончили влог Точнее даже не закончили его, не досняли Все потому, что мы вернулись домой У Леши была работа Потом мы поужинали После ужина отправились в спортзал И после спортзала у нас уже вообще не было сил ни на что Хотя мы и хотели еще немножко поснимать Но мы были обессилены И уже потом пошли спать Поэтому решила снять продолжение влога сегодня уже У нас сегодня рабочий день Ничего такого интересного не было Никуда не выходили особо Сидим дома, работаем Завтра у нас тоже рано работка Поэтому, не знаю, завтра, наверное, тоже не смогу снимать И вообще мне сейчас часто спрашивают Почему видео выходит так редко И я хочу сказать, что я снимаю только по настроению Снимаю, когда есть вдохновение То есть я не стараюсь снимать каждый день Там какие-то ежедневные бытовые влоги Нет, это не для меня У меня все зависит от вдохновения и настроения Когда заходишь в комментарии И там просто начитаешься столько негатива Что все вдохновение уходит моментально Я хочу сказать большое спасибо тем людям Которые меня поддерживают Которые всегда пишут приятные комментарии Которые не обращают внимания на внешние качества Но есть такие люди, которые просто пишут Брови не так накрашены Что-то с макияжем Что-то с волосами Ребят, я вам не стараюсь показать свой макияж Мои видео и влоги Они не о макияже Я не визажист Я хочу донести до вас какую-то суть Показать вам красивую картинку Я живу в достаточно красивом городе И хочу с вами делиться этим теплом Красотой, цветами и так далее Стараюсь показывать вам что-то доброе, хорошее Никогда не рассказываю вам о плохих моментах особо Только вот позитив И заходишь в комментарии И там один негатив Я не понимаю почему это И даже если привести в пример Вот ребят Катю и Ваню Я думаю вы многих и знаете Ребят из Барселоны Влогеры И они сейчас, как вы можете заметить Ушли с ютуба Ушли просто Никому ничего не сказав Закрыв комментарии в инстаграме На самом деле я их с одной стороны понимаю Потому что на них обрушается постоянно Огромная волна негатива Если зайти и почитать их комментарии То там творится такой трэш Там их так обзывают постоянно Ну это некрасиво Люди с вами делятся своей жизнью Да, возможно у них не такие веселые влоги И возможно они уже стали скучными Но это же не повод Чтобы обзывать людей Это не повод Чтобы на них выливать всю свою грязь И поэтому я их прекрасно понимаю Что они вот так ушли Никому ничего не сказали Возможно у них какие-то проблемы Я вообще без понятия Куда они делят Что с ними случилось И надеюсь Что у них все конечно же хорошо Но никогда не знаешь Что у людей может происходить На самом деле Вы никогда не знаете Что у них внутри Что у них в душе Что у них там с семьей происходит Или с ними же самим здоровьем И вот так вот поливать их просто грязью Напишите в комментариях Ваше мнение по поводу этой всей ситуации И по поводу общих комментариев Как вы к ним относитесь Часто ли вы их пишете или нет Напишите в комментариях Как часто вы пишете комментарии Я всегда очень-очень радуюсь комментариям Я люблю их читать Люблю читать ваши позитивные Какие-то пожелания Просто отзывы позитивные Мне это настолько поднимает настроение И в последнее время Очень часто влезет какой-то негатив И то не такой контент то еще что-то не то. В общем, да, немножко вам высказалось тут. А еще мне просили часто показывать котов, поэтому показывала вам спящего кота в коробке. Уже не спящий. Засыпает котик. Вы хотели смотреть котиков? Смотрите. Сидела, монтировала, монтировала. Тут Леша подходит и говорит, я приглашаю тебя в ресторан. Просто кушать очень хочется и сейчас собрались, наверное, пойти в сушики. Они как раз рядом с домом, поэтому мы прогуляемся и покушаем. Мне такая голодная. Все, побежали скорее кушать. Вот и прибежали. Ресторанчик называется The Room Sushi War. И давайте я вам покажу быстренько примерные цены. Например, на аппетайзеры это то, что идет перед основным блюдом. Там различные доманы, гиозы и прочее. 2,99, 4,99, 6 цены, 8. Салаты есть, как и по 3,50, есть и даже по 12. Мисо суп стоит 2 доллара. И вот здесь необычные суши, которые довольно-таки большие, или с какой-то необычной рыбой. Они довольно-таки дорогие. По 16 долларов, 15, 13. Такие основные цены. А роллы, которые обычные, такие как Калифорния, например, Аляска ролл, салмон, авокадо ролл. Эти, они стоят от 5 до 7 долларов. Сашими есть как по 13 долларов, так и по 28. И здесь это примерно средние цены, не дешевые, не дорогие. В принципе, везде вот такие вот. Пришли мои Калифорния роллы. Получается 8 штучек за 7 долларов. А вот это вот горошек, бобой, который мы любим кушать. У Леши пришли очень вкусные зубы, но у вороллы. Два уже съели. И также Аляска ролл. Я думаю, всем нет, это где-то. Вот мы и вернулись домой. Сейчас будем заканчивать наши дела, ложиться спать. Завтра на работу нужно будет встать в полседьмого утра, поэтому нужно выспаться обязательно. И всем большое, ребят, спасибо за просмотр этого влога. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Я вас всех очень люблю. И всем пока-пока.